Продолжение следует... Чемпион это человек, который смог в своей жизни добиться необычных результатов. Это успешный человек. Человек, который реализовал свою мечту. И представляю нашего чемпиона. Это продюсер, композитор, исполнитель, бизнесмен Алекс Козулин. Добрый вечер, Алекс. Добрый вечер. В качестве темы нашей программы я взял цитату из интервью Алекса. Секрет успеха. Главное иметь четкую цель перед глазами. Уважаемые слушатели, я приглашаю вас звонить к нам в студию по телефону 65 10 99 6. Код города 495. Задавать свои вопросы нашему гостю, высказывать свое мнение, поддержать или, может быть, рассказать свою историю. Вопросы можно также задавать прямо сейчас на нашем сайте по адресу www.finam.fm. Алекс, я внимательно ознакомился с вашей биографией. Ну, если я сам буду рассказывать о вас, то думают, что это будет неинтересно. Почему? Ну, не знаю. Я предлагаю следующий план. Давайте сделаем так. Вы расскажете о себе сами, то, что считаете нужным, то, что считаете самым-самым интересным и важным. И мы на примере вашей жизни, вашей конкретной жизни, конкретного живого человека, поговорим о том, каким надо быть, чтобы быть в жизни успешным. Ух, вы мне задали настоящую задачу, потому что, конечно, намного легче отвечать на вопросы, вот, но чтобы взять и за несколько минут рассказать там всю жизнь, это довольно сложно. Ну, вот основные вещи. Основные отрезки моей жизни. Давайте так скажем. Отрезки моей жизни уже начинаются, в принципе, моей профессиональной даже жизни, начинаются уже в детстве. Потому что детство, это был период приобретения знаний. Я учился в нормальной школе, в средней школе, учился в музыкальной школе, я учился в спортивной школе. А в спортивной чем вы занимались? Волейболом, как ни странно. У меня рост не волейбольный. Но, тем не менее, был хорошим волейболистом. Я ходил, посещал кружки, посещал театральный кружок, посещал балетный балет, посещал оркестр, ну, и еще там некоторые другие вещи. Как это все успевал? Успевал. У меня был 12-часовый рабочий день, детский, но очень серьезный. 12 часов в день это вот уходило на все, на приобретение знаний. Потом у меня началось, и довольно в раннем возрасте я уже начал, конечно, мое призвание было музыка. Я начал выступать очень рано на профессиональной сцене. Мне уже, я не знаю, мне было первый раз, когда я выступил, было, я имею в виду на профессиональной сцене, было лет 6, кажется, или 5, или 6. У меня был, на самом деле, очень сильный, хороший, красивый мэцо, сопрано, очень такой тоненький детский голос, но очень четкий. И я уже вот в таком возрасте. Следующий отрезок, это была юность, это уже более-менее приобретение навыков. Опять же, это все шло по музыке. Я создал свою собственную даже группу, рок-группу, потому что, когда закончил музыкальную школу, поклялся себе больше классикой не заниматься. Хотя, опять я ее нашел вот в таком возрасте, в этом возрасте. Но вы, в принципе, же позиционируетесь в большей степени как джазовый музыкант. Правильно. Но, вы знаете, основа всей музыки, всех исполнителей, хороших исполнителей, это, конечно, классика. Ну, это понятно, академическая музыка. Да, абсолютно. Образование нужно получить для того, чтобы классика, джаз-музыка, это тоже классика своего рода, на сегодняшний день это уже классика. Это да. Ее играть очень сложно, не имея академического образования, потому что вы должны не только чувствовать то, что вы играете, а еще и понимать то, что вы играете. Вот понимание, оно возникает, оно вы приобретаете с опытом. Но все равно, если у вас нет академического образования, вы, на самом деле, до конца не можете понять то, что вы играете. Ну, это мое. У меня тоже есть первичное музыкальное образование такое, поэтому я представляю, в общем, да. Чувствовать, чувствовать, а выразить. Вот, понимаете, здесь нужно, вот. И так в юности, конечно, я начал использовать то, что учил, и потом началась по-настоящему профессиональная жизнь. Я уже в 16 лет, в 15 лет уже начал по-настоящему выступать, зарабатывать деньги. Я в 16 лет уже работал с Франк Сенаторой и с другими. И потом, кстати, начал я на Украине, потом продолжил в Израиле. То есть вы уехали вместе с родителями? Меня увезли из Советского Союза в Израиль. Мне было тогда 12 лет. А в 20 лет я уехал из Израиля в Германию, и там начался мой следующий отрезок. Я открыл ночной клуб, ну, да, клуб, 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 где я сам выступал в этом клубе, стал очень знаменитым в Германии. Ну, это классно. Создал для себя самого, чтобы... Создал для себя платформу по-настоящему. Стал звездой немецкой эстрады, довольно успешной звездой. В этом клубе, кстати, у меня просто все знаменитости мира были. Если они были в Берлине, то они были у меня. Тот же Джо Кокер, Рот Стюарт, Майкл Джексон, Принц, Элла Фиджералд. У меня даже Бенни Гудман побывал. Угу. Да. Играл? А нет, ну, он уже в таком... Он уже старенький. Очень старенький был. Но ему страшно понравилось, как я играю. Ага, Алекс, вот у нас есть вопрос с сайта. Инна спрашивает. Алекс, а что вы исполняли во время вашего первого выступления? Первого? Да. Ну, поимеется в виду публично. Вы же сказали, что вы на сцене. Ну, вы понимаете, я публично... 16 лет, да? Нет-нет-нет, я публично на сцене с 5 лет. Ну, я имею в виду вот так вот, по-серьезному, по-взрослому, как говорится. Было очень интересно, потому что, как ни странно... Нет, это не странно. В 15 лет я начал выступать за деньги. Угу. И, значит, я... Я начал выступать в одном очень знаменитом клубе в городе Хайфа, в Израиле, где приходили просто очень такая солидная, суперсолидная элитная публика. А у меня в это время шла перемена голоса. У меня... Лобка голоса. Да. Я разговаривал очень смешно. А петь я не мог. И я... Я свистел. Я насвистывал и играл на рояле. И как-то это публике очень интересно... Очень понравилось, было им интересно. Тренд попали. Да, и я как-то создал какой-то такой тренд интересный. Вот. Но, слава богу, восстановил голос через, там, год, я не знаю. В 16-17 я стал уже нормально петь. В 16 я еще так... Ну, а в 15 просто я свистел. Алекс, я знаю, что вот когда вы были в Израиле, вы получили еще техническую специальность электроника. И несмотря на успехи в этом направлении, вы все-таки выбрали музыку. А что было для вас решающим фактором? Вот, что вами двигало... Это важно, понимаете? Что вами двигало вот в момент выбора? Вот то или сё, быть или не быть? Вы знаете, это был действительно очень такой, очень важный, драматический момент. Можно сказать слово драматичный? Вполне. И драматичный, и драматический. Потому что если это с своей драматургии, то драматический. Нет, это драма такая была. Я попал... Нет, ну то, что у меня призвание музыканта было в то время, ну вообще, то это неоспоримо. Но вы же поступили все-таки в школу по технической специальности. Да, да, да. Ну, я, в принципе, был, можно сказать, одаренным ребенком, парнем, мальчиком, не знаю. У меня все хорошо было с математикой, с физикой. Так же самое, как и с музыкой, и со спортом у меня было хорошо. И мои родители желали себе, чтобы я там нормальную, нормальную, в кавычках, профессию выучил. И я, в принципе, ради них я начал учить эту электронику. Мне это все очень легко давалось. Но в один прекрасный день я попал на концерт, на джазовый концерт. Не спрашивай... А, один из музыкантов, кстати, это главный музыкант этой группы, джазовой группы, это был в то время Роман Кунцман. Он очень знаменитый кларинетист из Советского Союза. Но это уже была израильская группа, он жил в Израиле. И это произвело на меня такое, ну, просто поразительное впечатление, в позитивном смысле, в положительном, что я пришел домой и просто объявил своим родителям, позвал и отца, и мать, и сказал, ребята, я иду в музыку. Ну, извините, ну, все, это окончательное решение. Мама сразу, у нее там слезы и большая трагедия, сын не будет электроником. Но я, на самом деле, принял решение и настолько четко это выразил, что они даже не дискутировали. Они просто, как говорится, приняли это как факт. То есть, вот я сам по профессии бизнес-тренер и коуч. Коуч – это человек, который поддерживает людей в их стремлении добиваться, ну, каких-то таких необычных, экстраординарных результатов. Если я вас правильно понимаю, то одним из важных условий для того, чтобы состояться, быть успешным, это, ну, в определенной степени сила воли и умение настоять, да, на своем и видеть вот свое, и даже с родителями уметь договориться. А это не договориться. То есть, ну, не идти на поводу, я имею в виду. Нет, 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 это настолько, это было настолько понятно, что здесь договариваться не о чем. Просто я объявил, что я… Ну, это тоже надо иметь силу воли, объявить родителям. Ну, конечно, конечно. Объявил, что все, сейчас с этого момента больше нет электроники, а есть только музыка. Я, конечно, их не разочаровал, я стал звездой, большой звездой, маленькой звездой, какая разница. Очень большие деньги зарабатывал, если деньги, если речь идет о деньгах. Вот вы сказали, что после… То есть, ваша первая работа за деньги, это была работа в клубе. А почему клуб? Почему именно клуб? А я вам расскажу. В 15, в 14 с половиной, в 14, ну, так, примерно, когда я был 15, мне было. А меня мать повезла в Тель-Авив, в самую высокую академию по музыке, кстати, она знаменитая во всем мире, повезла к профессору, чтобы меня проверили. Ну, как бы она пыталась мне, меня тоже определить в какое-то учреждение, которое бы мне дало диплом. Хотя я в этом не нуждался. Но вот мы приехали туда, и это была Ирина Зарицкая, очень знаменитая пианистка в то время из Киева. Она была директором этой академии вместе со своим мужем. И они, на самом деле, меня прослушали. Прослушивание было смешное, потому что я классику не играл, не хотел. Она говорит, ну, а что ж ты мне можешь сыграть? Я говорю, давайте я вам джаз сыграю. Вот, я сыграл, и им это страшно понравилось. Они поняли, что я талантливый очень. Была одна проблема маленькая. Какая проблема? Мне мало лет было, и я не мог поступить в этот... Они сказали, ну, ты прошел экзамен, ты прошел по конкурсу, но мы можем тебя взять, но только через три года. Или там через два года, я уже не помню. Почему? Потому что мне 15 лет, там надо быть, не знаю, 17 или 18 лет. И, конечно, я не хотел ждать. И, конечно, я сказал, ну, если не можно сейчас, значит, я пойду своим путем. И пошел, зашел в клуб, очень дорогой, вообще не понимаю, как. Спонтанно? А? Спонтанно? Да, абсолютно, зашел, представился, сказал, я пианист, я могу у вас работать. Не спросил, могу ли я у вас работать. В России говорят, наглость второго счастья. А это не наглость, я просто посмотрел, все нормально, и я говорю, я могу у вас работать. Если вам надо, берите, быстро, сейчас. И вы что-то показали? Ну, конечно, я сказал. Рояль, ну, поймите, я был ребенком. Просто я, наверное, был талантливым ребенком. И, наверное, ну, я уже имел какую-то маленькую, маленький какой-то репертуар, и все. Конечно, людям было тоже интересно смотреть, там какой-то маленький такой гном сидит за роялем и играет. Это и визуально было интересно, потому что я выглядел на все 12. Я представляю эту картину. Олег, вот у нас есть вопрос с сайта. Олег спрашивает, кто из знаменитостей, с которыми вы встречались, произвел на вас самое большое впечатление? Ну, большое, это очень растяжимое. Слово «большое» — это растяжимое понятие. Поразил вас, скажем так, чем-то вдохновил. Вдохновил. Вот Роман Кунстман и его ребята. Это очень сильное. В то время это было, назывался ансамбль «Платина». Вот если кто-то, не знаю ли, есть информация о ней в интернете, но это была, ну, просто поразительная музыка. Они делали просто необыкновенные вещи. Они тоже джаз играют. Да, это джаз, джазовый состав был. Кстати, Роман Кунстан просто потом подался в веру, он стал верующим и начал играть другую абсолютно музыку, не джаз. Ну, необыкновенно. Вот это, конечно, изменило просто мою судьбу. Кто еще меня поразил? Я очень люблю Стинга. Я люблю Джо Кокера. Он не один раз приходил ко мне, и мы вместе работали. У меня в клубе прямо. А Стинг вы с ним лично встречались? Да, конечно, мы работали вместе. Род Стюарт грандиозный. Я просто обожаю его. Ну, я так же самое люблю Эл-Джаро. Я с Чикареей, я тоже не раз. Мы один раз просто были вместе в круизе. Он взял с собой свой рояль. Я тогда познакомился с маркой Безендорфер. Значит, есть еще лучше рояль, чем Стэнвей. Это Безендорфер. И в тот момент, когда я познакомился с его роялем, я больше Стэнвей не хотел вообще на нем играть. Хотя работал на Стэнвее лет 25. Скажите, пожалуйста, а вот какие качества у этих людей, вот с вашей точки зрения, ну, заслуживают того, чтобы им следовать? Вот что заставляет, не заставляет, а помогает им быть вот этими гениями? Да ничего, поймите, их объединяет, это не что помогает. Их объединяет всех, и нас всех. Я тоже могу себя относить к ним. Одно качество. Они четко видят перед собой цель. Они имеют цель. Они, для них, то, что они делают, это самая большая любовь в мире. Это то, что они делают. И они очень, очень кропотно относятся к этому. Они очень, они не врут сами себе. Это люди, которые, как говорится, открытой душой занимаются тем, что они делают. То есть это, с одной стороны, четкая цель, а с другой стороны, это любовь к тому, что они делают. Конечно, конечно. Они абсолютно, ну, это всех объединяет. Они готовы отдать, вот, неважно что, только ради этого. Ну что же, это программа «Ужин для чемпионов» на Финам.ФМ. Мы вернемся в студию прямого эфира после небольшой рекламной паузы. Итак, мы продолжаем наш разговор. Я Андрей Бубукин, ведущий программы «Ужин для чемпионов» на радио Финам.ФМ. Мой гость Алекс Козулин. Режиссер, продюсер, музыкант и просто интересный человек. Если вы хотите добиться успеха в жизни и стать настоящим чемпионом, если вас интересует, как это реально можно сделать, звоните нам, задавайте вопросы нашему гостю. Мы в прямом эфире. Наш эфирный телефон 6510996, код города 495. Это можно также сделать на сайте по адресу 3w.finam.fm. Прямо сейчас. Итак, мы сейчас с Алексом поговорили о том, что для того, чтобы чего-то добиться в жизни, необходимо как бы два условия. Первое условие – это иметь четкую цель. И второе условие – это любить то дело, которому человек посвящает свою жизнь. Алекс, вот вы рассказали, что вы приехали из Израиля, вы приехали в Берлин, где вы создали, в общем, в достаточно молодом возрасте, в 23 года – это молодой возраст, сделали, условно говоря, серьезный бизнес, то есть сделали, как бы открыли свой клуб. Скажите, пожалуйста, а что повлияло на ваш выбор? Почему Берлин? Что там такого особенного? Знаете, вообще я приехал в Мюнхен вначале. Мюнхен был ко мне не очень таким уж сильно приветливым. По всеверо, наверное, я потом это почувствовал, а чего и почему. Мюнхен вообще – он красивый городок, маленький городок, но, конечно, это не метрополь. Это не метрополитен. Это не как Москва, это, кстати, не как Берлин. А там более такие местечковое место. И там людям, наверное, как я, и вообще звездам очень сложно быть, потому что в этом обществе, ну, там очень закрытое общество, давайте так скажем. А Берлин – это открытый город, открытая ментальность другая, люди открытые, люди более приветливые. Город космополит тогда? Да, город космополит. В любом случае, еще особенно в то время, когда он был закрыт со всех сторон, и туда попасть можно было только через самолет. Тогда это был западный Берлин. Абсолютно западный Берлин. Он был еще крутой такой. Было два Берлина. Восточный Берлин и был западный Берлин. Да, и, конечно, это было круто быть в Берлине. На самом деле, был очень просто необыкновенный. Он до сих пор необыкновенный город, он всегда будет необыкновенным. И Берлин был, да, он отнесся ко мне открыто. Берлин принял меня хорошо, и мне понравилось, я там сразу хорошо чувствовал себя. Но кроме того, что вы открыли свой клуб, вы еще и продолжали работать как музыкант. Ну, конечно. Я в моем... Писали диски свои. Так началось все намного проще. Я сначала работал в ночных, ну, там, в ночных клубах. Я в гостиницах работал. Потом в одной гостинице мне... Я работал два года в гостинице Кемпинский. Это вот здесь Балчук. Балчук Кемпинский, да. Кемпинский. А, кстати, тот директор, который открывал Балчук в Москве в начале 90-х, это был тот директор, который... Который был там. ...был моим директором, с которым я страшно поругался, и из-за которого я ушел из этого Кемпинского в Берлине, и из-за которого я открыл свой клуб, из-за которого клуб стал очень знаменитым и страшно успешным, и я стал миллионером. Вот какой директор у меня был. Ну что же, кстати, вот вы говорите о том, что стали миллионером. Скажите, пожалуйста, а вот с вашей точки зрения, если говорить об успешности, то можно ли успешность измерить в деньгах? Нет. И я открывал тогда свой клуб не из-за того, что я хотел стать миллионером, и вообще о деньгах вообще никакой речи не шло. Просто я хотел создать для себя платформу, на которой я сам себя мог выразить, выразить. Понимаете? Коммуницировать со своей публикой. Наверное, это было даже правильно. Некоторые там ищут, делают пластинки для того, чтобы выйти на рынок и т.д. А я просто создал себе свой собственный рынок. Вы знаете, сейчас очень многие гуру от бизнеса говорят вот как раз о том, что вы только что упомянули, а именно, хорошо и честно делать свое дело, а деньги, они сами придут. Абсолютно. И о них не надо думать. Конечно. То есть вы поддерживаете эту точку зрения? Абсолютно, абсолютно. Нет, подождите, есть определенные бизнесы, где люди целенаправленно открывают там или там делают какой-то бизнес для того, чтобы заработать там какую-то определенную сумму или больше. Но ведь деньги-то для чего-то же зарабатываются. Это же не просто как скупую рыцарю Пушкину, чтобы спускаться вниз в подвал и любоваться и перебирать. Нет, 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 вы что. Даже те же олигархи, это не их самая основная. Основная цель – это игра, в которую они играют. Понимаете? А деньги – это результат. Некоторые ищут результат в количестве публики или поклонников, а другие ищут результат в количестве денежных банкнот. Это уж понимаете. А вот для вас, что для вас деньги? Ну, это, наверное, средства, просто средства для… Средства для… Какое? Ресурс что-то, средства для достижения каких-то целей, да? Ну, если бы у меня была какая-то цель для того, для достижения, которой мне нужна была какая-то сумма денег, значит, деньги были бы средством для достижения этой цели. Но деньги для меня играют очень посредственную роль, потому что я ищу себя, я не ищу количество денег. Ну, это понятно. Это понятно по-человечески. Вот деньги, да, они мне нужны. Я люблю красиво жить. Я люблю… Я люблю… Ну, кстати, я не знаю, мне нужно много денег для себя. Я люблю красиво одеться, люблю красивые очки, туфли. Ну, не знаю. Но не так, чтобы там бросить кому-то песок в глаза или что-то. А просто для себя. Ну, что же. Это нормально, я считаю. Сергей спрашивает через сайт. Вы ушли в бизнес, потому что музыку не заработать? Нет, вы что? Я всегда из музыки делал бизнес. Да нет, вы что? Я на музыке очень большие деньги заработал. Эта музыка и является моим бизнесом. Моя профессия, мой хобби. Как это по-русски? Хобби, да? Хобби. И это моя… Это и мой бизнес. Я никогда не уходил из шоу-бизнеса. Я делаю мои деньги на шоу-бизнесе. Сегодня я занимаюсь организацией массово-зрелищных мероприятий. Я продюсер и режиссер. И делаю просто необыкновенные мероприятия, где музыка является только маленькой частью всех тех услуг или рабочих процессов, которые требуются для организации такого мероприятия. Но я никогда не уходил из шоу-бизнеса. Кстати, по поводу того, чем вы занимаетесь сейчас. У нас есть еще такой вопрос с сайта. Феликс спрашивает. Вы занимаетесь организацией мероприятий для обеспеченных людей. А чего они хотят и что заказывают? О, вы знаете, обеспеченные люди. Да, очень даже обеспеченные. Слава Богу, что они обеспеченные, потому что эти люди мне позволяют, во-первых, быть настолько креативным, чтобы на самом деле воплощать какие-то просто очень сокровенные сны, сны и мечты. На самом деле можно из мероприятия сделать сказку. Просто очень есть... Я на самом деле делаю очень уникальные мероприятия. Мы делаем во всем мире эти мероприятия. В основном во всем мире. Мы сидим в Берлине, а делаем в основном не в Берлине. Очень много россиян, конечно. Мы делаем во Франции, в Италии, на севере Африки. Мы делаем в пустыне, в глубокой пустыне. Вот сейчас я готовлю мероприятия на Северном полюсе на самом деле. Потом работаю... Это интересно. Да, очень интересно. А это будет не зимой или вот зимой? А какая разница? Снег-то все время там... А светло или темно? Ну, мне, в принципе, много света не нужно будет, потому что это будет такой юбилей вечерний. Ну, и мы, конечно, это будет, наверное, трехдневное мероприятие. Вот мы сейчас только занимаемся, взвешиваем, как, что, чего, почему. Вот. Но это будет, например, много льда. Будет очень много. Даже там, где они будут спать, это будет лед. Будут сооружения. Ледяной дом, как в фильме про Джеймса Бонна. На самом деле, да. Ну, это реальность все. Вот. Много льда. Много красивого льда. Вот Павел с сайта спрашивает. Расскажите о своем любимом мероприятии, самом крутом. То есть, вот тот, что с вашей точки зрения, я просто интерпретирую. Да, да, да. Павла, что с вашей точки зрения было для вас, ну, таким знаковым, самым интересным, самым классным. Мне очень сложно сказать, потому что на самом деле, может, это звучит очень, как это, даже мне сложно сказать, звучит чуть-чуть, ну, нереально, но каждое мероприятие, которое мы делаем, это одно мероприятие, оно не повторяется больше, поэтому я очень сильно привязан душой, как душевно привязан к каждому мероприятию. Я делал мероприятие в стиле пирамиды и фараона, грандиозное просто, там у меня 149 артистов выступало, работало 400 человек. В основном, такие очень мощные продукции у нас. То есть, такое супер-шоу. Да, это супер, там Голливуд на самом деле отдыхает, потому что это такие мероприятия, где просто можно взять камеры и снимать художественные фильмы. Потом я делал мероприятие в стиле 20-х годов. Вот можно обобщить, если все обобщить, то я занимаюсь моделированием реальности. Вот я могу смоделировать реальность в реальной жизни, где вы себя почувствуете конкретно в 20-х годах. Вот вы идете, видите, чувствуете, идите, нюхаете, трогаете. Вот все 20-е годы. То есть, это такой вариант матрицы братьев Войчевски. Да, можно так сказать. Это все абсолютно реально. Это, конечно, это высший пилотаж в организации мероприятий, но это есть. Если я вас правильно понимаю, вот я делаю свои собственные выводы, как человек, который, в общем, тоже занимается работой с успешными людьми. То, что я слышу из вашего выступления, это то, что для того, чтобы добиться успеха, не надо бояться бросать вызов. Да вы что? И надо брать вот такие проекты, которые вот то, что американцы называют словом челленджи, да? Вот тогда можно назвать всю мою жизнь челлендж. Ой, вы что? Если бы у нас было больше времени, я бы намного больше рассказал. На самом деле, я так благодарен просто Богу, что он мне дал возможность жить на лезвии ножа. Таком лезвии я готов жить всю жизнь, потому что, на самом деле, вот я сейчас приехал из Женевы, мы делали мероприятие, вот вы говорите, какое самое-самое-самое. Вот здесь отец выразил любовь к своей дочери, ну, таким способом, что, ну, на самом деле, я минимум, я был и режиссером, и продюсером, и я создал это мероприятие, правда, вместе с ним, но я это все делал своими руками. И я сидел на мероприятии и плакал. На своем же мероприятии. Ну, это лучшая оценка вашего труда была. Да, это... До самого себя. Да. Слезы текли просто. Потому что я только осознал в конце, ну, как говорится, во время мероприятия, во-первых, какую работу мы сделали, во-вторых, как человек может красиво выразиться. Поэтому мероприятие, это не просто вечеринки, это что-то, это... это инструмент выражения. Ну, это понятно. Еще Высоцкий в свое время пел, что за свадьба без цветов, пьянка, да и все. Вот Семен на сайте спрашивает, а где лучше работают? В России, Израиле, Германии или в другой стране? А где лучше отдыхают? Отдыхают? Да. И работают, и работают, и отдыхают. Ну, смотрите, израильтяне, они страшно креативные, но они как дети. За ними нужно следить. Страшно. Но они креативные. Чтобы не понесло... Очень работоспособные, но за ними нужно следить. Я сейчас говорю о своих коллегах. Конечно. А немцы, они просто необыкновенно организованные. Они в силу своей организованности и квадратности, они грандиозны. с ними легко работать, потому что они на самом деле составляют хорошую команду. Мне очень приятно с ними работать. И приятно с израильтянами. У меня израильтяне, например, все креативщики. А немцы, это все такие более технические профессии. Исполнители. Исполнители грандиозные. А французы очень сложные ребята, но тоже они, они, да, они очень сильные работники. А что еще? С американцами не хотел бы работать. Почему? Они, ну, очень, очень специальные люди. Они могут страшно быстро изменить свой курс. Не знаю, чувствую себя не очень комфортно. Русские. Русские молодцы. У меня некоторые, у меня, например, один из дизайнеров по интерьеру русский, москвич. Юра Антизерский. Люблю его страшно. Хороший парень. Я дружу с ним. Очень креативный. Он грандиозный архитектор. Ну, могу только хорошее о нем сказать. Люблю с ним работать. Есть некоторые люди, с которыми я все время хочу работать. Москвичи. А есть много людей, с которых я видеть не хочу. Потому что они просто обманщики. Видите, а это обусловлено вот все-таки какой-то, если не национальный, то будем говорить так, ну, такой культурно-государственной принадлежностью. Или все-таки везде есть разные люди? Нет, конечно, везде разные. Есть хорошие, есть плохие. Просто человек сталкивается с какими-то людьми, может быть, там, в какой-то мере обобщает. Ну, это неправильно было бы сказать. Вот русские плохие, а немцы, они хорошие. Просто у немцев уже традиция быть организованными. А у русских, образно говоря, традиция пить водку. Ну, образно я просто говорю. Понимаете, но это не значит, что если у русских традиция пить водку, то все пьют водку. у нас есть звонок на линии. Дмитрий, Дмитрий, пожалуйста, задавайте ваши вопросы. Добрый вечер. Добрый вечер. Два вопроса к вашему гостю. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали цель, цель. А какая у вас была цель? Только если можно не креативно, а прямо конкретно. И второй вопрос. А каков бюджет средней сказки? Вы знаете, бюджет определяю не я, определяет заказчик. Если вы хотите точные бюджеты, мы можем встретиться, я вам даже покажу, как они образуются. А цель? А цель, цель. Я начал свое наше интервью. Я сказал, что это отрезки жизни. Вот на каждый отрезок у меня была своя цель. Первая цель была стать хорошим музыкантом, знаменитым музыкантом. Я им стал. Вторая цель была иметь самый лучший клуб в моем, в этом жанре, в котором он был, он был коронован номером один в мире. Это правда, это можно проверить. Это журнал Newsweek International короновал мой клуб, берлинский клуб, потому что был и в Нью-Йорке клуб, и в Майами клуб. Он, берлинский клуб, короновал номером один в мире. А по организации мероприятий мы являемся, здесь, к сожалению, нет рейтинга, но я считаю, думаю, что мы одна из трех самых лучших компаний в мире. Но вот сейчас основная цель, какая у вас? Вы знаете, я, в принципе, почти достиг то, чего я хотел. Я хотел делать самые уникальные мероприятия в мире в том жанре, где мы сейчас находимся, это моделирование реальности. Можно сказать, что мы это на сто процентов не только умеем, а умеем там лучше кого-либо другого. Я с гордостью это говорю, я хвалюсь с гордостью, давайте так скажем, не для того, чтобы пыль кинуть кому-то в глаза, а может быть, скоро это мне станет неинтересным. И тогда мне придется сформулировать себе следующую цель. новую цель. Ну что же, это программа «Ужин для чемпионов» на Финам-ФМ, спонсор выпуска ООАБ-тренинг. Мы продолжаем наш разговор, я Андрей Бубукин, ведущий программы «Ужин для чемпионов» на радио Финам-ФМ. И мой гость Алекс Козулин, продюсер, режиссер, композитор, музыкант, в общем, на все руки мастер. Если вы хотите добиться успеха в жизни... А в свободное время я еще вышиваю. Еще... Класс! Кстати, говорят, что вышивание очень способствуется умению вовремя сосредоточиться на какой-то цели. Абсолютно верно, да. Кстати, хороший тренинг. Такой, да, такой навык, который очень помогает сосредоточиться и отключиться от всего, чтобы быть здесь и сейчас. Уважаемые слушатели, если вы хотите добиться успеха в жизни и стать настоящим чемпионом, если вас интересует, как это сделать, звоните нам. Мы в прямом эфире. Наш эфирный телефон 6510996, код города 495. Вы также можете задавать ваши вопросы на нашем сайте по адресу www.finam.fm прямо сейчас. Алекс, вот прямо перед паузой вы упомянули два ваших клуба в Соединенных Штатах Америки. Вот это как бы был следующий этап в вашей жизни, когда вы из Германии переехали в США. Расскажите более подробно об этом. Вы знаете, я на самом деле открыл свой первый клуб в Берлине не из-за денег. На самом деле, я действительно поругался с этим менеджером в гостинице, где я работал два года и я со злости я ему сказал, вот ты сейчас увидишь, как я буду делать свой собственный клуб и ты увидишь, как делается клуб. Я на самом деле, вот это была на самом деле причина, почему я открыл клуб. Но, в принципе, я искал, в принципе, самовыражение, я не знаю, ли есть такое слово на русском языке. Есть. Самовыражение есть. Есть такое? Да. Вот я искал, я в принципе, в принципе, построил платформу, потому что та платформа, на которой я был, она мне не дала выразиться так, как я хотел. И вот мой клуб являлся этой платформой, где я мог выразиться так, как я умел и хотел, и где мне никто не мешал выразиться. В данном случае выражение это была музыка. И я, конечно, хотел прогресса в своей профессии как музыкант. я этот прогресс имел до определенной точки. В какой-то момент я перестал прогрессировать. Я начал топтаться на одном и том же месте. А как вы это почувствовали? Кстати, это важно для слушателей. Вот куда-то они движутся, да, и вдруг раз, какая-то пауза. Вот что было? Это, конечно, не выражалось в деньгах, потому что деньги я зарабатывал просто необыкновенные в то время. Но это, очевидно, это было не самое главное в моей жизни, иначе я бы не закрывал. Я просто взял и закрыл свой клуб. Я его не продал, ничего. То есть был внутренний импульс закрыть клуб. Да, и я устал, потому что я делал одно и то же 10 лет. Понимаете? Но перед тем, как я закрыл Берлине, я искал выход из положения. Я понимал, что что-то нужно мне делать. Я еще не понимал, что. И вдруг я захотел клуб в Америке. Потому что, может быть, я подумал, что, может быть, туда в новое вдохновление получу или что-то такое. Я выразил это желание некоторым друзьям, и вдруг как в сказке «Откуда ни возьмись», звонок из Нью-Йорка, и там один мой поклонник, друг, говорит, «Алекс, вот есть место, приезжай, посмотришь». Ну, я сел в самолет, приехал, посмотрел. Это было в самом центре Бродвее, прямо вот, где вот этот экран Sony, называется Times Square, прямо в этом месте, в отеле Edison. Грандиозный, кроссовец, клуб, большой такой, в стиле 20-х годов. Это, на самом деле, с 20-х годов сооружение. Вот. И мне это понравилось. Сразу нашелся инвестор, потому что я на самом деле был довольно знаменит в этой сфере. Сразу пришел немец, кстати, мой тоже поклонник, и сразу выделил, там, не знаю сколько, 4-5 миллионов долларов, в то время не было евро еще, долларов. А мы быстро взяли и открыли этот клуб, там, все мои друзья, в том числе и Нью-Йоркские, там, Келвин Клайн была, Джеки Анасис, бывшая жена Кеннеди, ну, там многие были. Кстати, а гражданство у вас какое, вот интересно? Вы знаете, я был 35 лет израильтянином, а сейчас я немец. Я имею в виду паспорт, да? Да, да, да. А вот когда вы в Штатах открывали клуб, я знаю, что там есть особые правила для неамериканцев, да, по ведению бизнеса, по работе. Нет, есть один, один статус, который называется селебрити. Селебрити – это звезда. это определенный статус, как абсолютно официальный, где неважно какой у вас паспорт, у вас гражданство звезда. Это называется L1, L1 у них там их юридическое. Вот. Я был L1, это я мог делать, что я хочу. Алекс, вот я не знаю, вы смотрели фильм «Секрет»? Вы смотрели? С кем? Это такой документальный фильм, в большей степени. Он рассказывает о том, что люди, для того, чтобы добиться какого-то успеха, вот достаточно подумать о чем-то, создать что-то в своей голове, обратиться с просьбой ко вселенной, и вселенная тут же посылает вам выпуски. Вот вы как раз сейчас подтвердили это тем, что вот вам это хотелось, и вдруг раздался звонок из-за Нью-Йорка, и вас пригласили, и так все классно получилось. Быстро все, я, я, в этом есть закономерность, это абсолютно верно, то, что вы говорите, я подтверждаю, даже из своей, как говорится, из своей жизни, из опыта своего могу подтвердить. Вот, у нас есть вопрос с сайта, Евгений спрашивает, были ли у вас моменты соперничества или перетягивания одеяла со стороны близких коллег-музыкантов, становлений вас как концертирующего музыканта, или со стороны партнеров по бизнесу, и как вы решали такого рода проблемы. Ну, я просто цитирую. Молодец, хороший, хороший, хороший вопрос, грандиозный. А вы знаете, почти нет, но я помню, были некоторые моменты, где мои же музыканты, которыми я платил зарплату, недопонимали, с кем они имеют дело. В смысле, недопонимали? Ну, я так очень легко выражаюсь, не понимали, но я им дал очень быстро понимать, с кем они имеют с музыкальной точки зрения дела. А, в этом смысле? Да, конечно. Ну, а какой? Ну, как администратор, как организатор, как лидер команды. Не, ну, понимаете, я всегда лидером был, и я не даю себя никогда в беду. Могу очень вескими, красивыми, вескими словами объяснить, объяснить суть дела и куда ведет корабль, куда я веду корабль. Вот. В основном у меня не было проблем с тем, что моя команда мне не следовала. Ну, знаете, среди музыкантов бывают такие моменты, где они же всегда ищут самоутверждение. Творческие люди, да? Да, ищут самоутверждение. И, конечно, им очень приятно, некоторым приятно увидеть кого-то, которого они обходят, как говорится. Знаете, так обгоняют. Вот. Ну, это нормально абсолютно. Нет. А как вы разрешали эти вопросы? Ну, понимаете, я в основном, если это было дело с музыкантами, то я просто показывал им мастерство. Наверное. То есть, проявляли свои лидерские качества и показывали, что просто вот ну, показывал, что вы ас в своем беде. Что мне нужно следовать. Ну, что же. Алекс, я знаю, я знаю, что вы кроме того, что занимались бизнесом и продолжаете заниматься, вы занимались и благотворительностью. Я всю жизнь занимаюсь благотворительностью. Да, и в частности, вот организовывали такое мероприятие или такую акцию, как царский бал. Расскажите, пожалуйста, более подробно, что это за мероприятие и почему для вас важно вот этот элемент благотворительности? Ну, во-первых, я неравнодушен к тому, что вокруг меня случается. Я вообще себя не определяю как немца или как русского или как еврея, а я на самом деле планетянин. Космополит. Планетянин, землянин называю себя. Вот, поэтому все, что случается здесь на нашей планете, это немаловажно для меня. Это очень-очень даже важно. Но к тому же я, конечно, прошел очень тяжелую жизнь, несмотря на весь такой гламурный облик, который я воспроизвожу. Я в очень раннем возрасте остался без отца. Мою бабушку в свое время очень-очень тяжело и очень сильно раскулачили. Ей пришлось очень сильно мучиться в своей жизни. и с финансовой точки зрения, и с моральной точки зрения. Мы жили без отца, жили в одной комнате, бабушка, моя мать и я, и еще парализованный дедушка. Очень сложно все было. Но, тем не менее, получил очень большую любовь от них и получил образование, и они ничего не жалели. Кстати, у них тоже была цель в жизни вот этого мальчика поддержать. И это все случилось. Поэтому я очень неравнодушно отношусь к детям из разбитых семей, к одаренным, высокоодаренным детям из разбитых семей. И, в принципе, царский балл, это был не только балл, пиарный балл для моей компании, которая занимается организацией мероприятий, а это была акция для помощи высокоодаренным детям из неимущих семей России. Балл проходил в Берлине. Я сделал пять баллов, очень успешные, там была вся аристократия Европы, там был король Саксонии, король Германии, там были Бисмарки, там были Романовы, кстати, наши, там были Боленские, там были Лобановы, Ростовские, кстати, и Толстой был, и, ну, интересно очень все. Я просто, конечно, это обвернул, завернул в очень красивую упаковку. Вы же несколько этих баллов проводили. Пять баллов, пять царских баллов, кстати, сейчас очень, очень, очень хочу создать царский бал в Москве, просто его привезти сюда, в Москву. Ну, как венский бал, его же тоже привезли в Москву. Конечно, а я хочу свой царский бал, наконец-то, вот сейчас решил начинать работать над этим, чтобы он случался в Москве, потому что все равно это для высокоодаренных детей, из неимущих семей России, не Германии, а России. Так зачем его делать в Германии, если можно делать в России? И приглашать немцев из Германии в Москву, чтобы они сюда привозили свои деньги. Олег, я предлагаю вам сыграть такую короткую интеллектуальную игру, она называется «Необитаемый остров». Вы, наверное, слышали о ней, Нет. Кажется, что это игра, но она лишь отчасти игра. Я вам сейчас буду задавать определенные вопросы, и на самом деле, от того, как вы будете давать ответы и какие ответы, люди могут судить у вас как о человеке, да, какие-то внутренние вещи. Не, ну, это такая необитаемый остров, это не назовем. Поехали. Итак, первый вопрос. Какие три книги вы бы взяли с собой и почему? Лео Фейхтвангер, я не знаю, как это по-моему. Фейхтвангер? Да, Леон Фейхтвангер. Грандиожная книга «Испанская баллада», «Просто умираю». Очень из жизни, очень правильно, очень хорошо. Все-таки взял бы крестного отца, потому что тоже очень много из жизни. Марио Пузо. Марио Пузо. Пузо, да, как его зовут. Вообще Пудзо. Пудзо, да. Потому что тоже о жизни. Это даже не, даже это не мафия, это жизнь, понимаете? На самом деле, жизнь 20-х годов Америки очень интересная. Третья книга. Третья книга. Интересная. Я очень люблю фантастику. Я, наверное, взял Элрон Хаббарта. Неважно, какую книгу. Ну что же, а какие бы три музыкальных произведения вы взяли с собой? Вы музыкант профессиональный, он все-таки... Ой, люблю все. Послушать, сыграть. Умираю. Люблю Спайра Джайра. Люблю Пину Даниэли, кстати, вот русские все время приглашают Тоту Кутуню, там не знаю кого, смешно, страшно. Есть такие грандиозные и композиторы, и исполнители. Вот Пину Даниэли, да, беру его, беру на необитаемый остров и согласен с ним состариться. И петь дуэтов. Просто грандиозно. Умираю. Хороший. Люблю Бачели, кстати, не знаю, почему я сейчас об итальянцах говорю, но хороший. Видимо, из глубины души что-то понимается. Из глубины, да, они говорят, говорят, хорошо коммуницируют. Люблю классику, много чего люблю. Мне сложно даже сказать, я сейчас начал любить произведения на трубе, которые играют, там, Хайден, например, Гайден на русском, много чего. Классику беру всю. Чайковского люблю. Чайковского. А какие три предмета вы бы взяли с собой? Предмета? На необитаемый остров. А я один на обитаемый. Вы там один, да. Совсем один? Ну, потом к вам присоединятся еще друзья. Ах! Но пока вы один. Так, если один, надо брать надувную куклу. Нет, наверное, возьму рояль с собой. Возьму рояль, возьму обязательно компьютер. Обязательно, потому что это, да, это ключ к миру, ключ к информации. И, наверное, возьму стульчик. Почему? Не знаю, вот стульчик. Это хороший. Чтобы сидя, играть на рояль, наверное, не стоит. Наверное, да. Скажите, а какие три фильма вы бы с удовольствием пересматривали время от времени на необитаемом острове? Я на самом деле, на самом деле пересматриваю «Клёстный отец». Опять же, повторяю, сейчас ту книгу, то... А, кстати, есть еще одна книга, бабочка называется, «Попион», «Анри Шарьер». Грандиозная, опять же, тоже очень интересная книга. Интересная, я ее четыре раза перечитывал. И, кстати, есть этот же фильм, тоже называется «Бабочка», «Попион», играет Дестин Хоффман и Роберт Редфорд, кажется. Не Роберт Редфорд, нет, не Роберт Редфорд. Забыл, как его звать. Сейчас забыл. «Крёстный отец», «Бабочка». «Фихтвангер» вы еще назвали. Ну, «Фихтвангера» нет. Как книжку. Как книжку, Значит, «Крёстный отец», это вы назвали книгу и фильм? И фильм, абсолютно. Оба, это оба, обе вещи, оба произведения, это шедевры, на самом деле, и книга сама по себе соответственно. А фильм это шедевр, потому что там высший пилотаж, артистов, очень сильный каст. Ну, вы что? Это классика. Алекс, ну и, наконец, о счастье. К вам приезжают три человека. Кого из трех друзей вы выбрали бы и почему? Ко мне приезжают три человека. На необитаемый остров, да, вот. Кого бы из трех друзей вам хотелось бы видеть на необитаемом острове? А эти люди, это друзья или просто три человека? Это могут быть любых три человека. не обязательно каких-то близких вам знакомых. Может быть, даже из тех, кого уже нет. Знаете, я очень сильно затрудняюсь вам сказать. Наверное, я бы хотел свою жену иметь. Лиану, которая моя вот. Я ее очень люблю и она мне, она настоящий спутник. Очень-очень. Вообще, без слов. все-таки я бы хотел свою семью. Понятно. Смотрите, Лао Цзи сказал, что движение без цели это движение в никуда. А вот вы, Алекс Козулин, что хотите от жизни? Чего я хочу от жизни? Да. Я понимаю, что вопрос сложный. Очень сложный. И в то же время, может быть, абсолютно простой и спонтанно вы можете на него ответить. Ну, во-первых, я хочу столько сделать, чтобы уйти и не сказать, что мне нужно вернуться для того, чтобы еще что-то сделать. Это интересно. Действительно, это важная вещь. Да. Я хочу уйти и не возвращаться. Вы понимаете? Для этого мне нужно столько сделать, чтобы больше не хотеть вернуться. Я понял. Ну, что же, наша программа подходит к концу и мне остается только поблагодарить Алекса за то, что он поделился своими мыслями, своим жизненным и профессиональным опытом. Спасибо, Алекс. Спасибо вам. Это была программа «Ужин для чемпионов» на Финам.фм и я, ее ведущий Андрей Бубукин. Следите за анонсами нашей программы на сайте www.finam.фм. До свидания. До встречи в следующий четверг в 21.00 на частоте 99,6 МГц.